Музыка Прошел я тут Little Nightmares 2 и у меня для всех любителей крепоты отличная новость Получилось криповее, разнообразнее, интереснее и продолжительнее Все что вы хотели я считаю Я хотел, потому что первая часть мне тоже очень нравилась Также стало больше непосредственно игры Ничего не испортили, все знакомые черты на месте Даже шестая тут как тут, в своем броском желтом дождевике Хоть и передала эстафетную палочку другому несчастному ребенку в этом дисфункциональном мире За подробностями проследуйте, пожалуйста, направо Ну, для вас, наверное, вот это вот будет браво Потому что жанру игры иди направо, пока не надо будет идти направо Прежде чем я продолжу, потрачу немного вашего времени на рекламу, которая может кому-то пригодиться Gamer's Days в Эльдорадо это почти три недели, когда игры и все с ними связанное Становится важнее остальных товаров А это значит скидки, рассрочка и кэшбэк на покупку игровых ноутбуков, ПК, мониторов и аксессуаров Например, можно взять премиумную подписку GeForce Now на 365 дней за 8 499 рублей Или урвать игру Jedi Павший Орден для PlayStation за 1990 рублей Если вдруг решитесь на покупку посерьезнее, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 с видеокартой GeForce GTX 1650 и процессором Ryzen 5 4600H обойдется дешевле на 10 тысяч рублей, чем обычно А также можно взять Game Pass для ПК на 3 месяца за 100 рублей при покупке с игровыми ноутбуками, с процессорами AMD или игровым монитором Samsung В общем, если заинтересовались, то пожалуйте по ссылке, может что-то нужное себе найдете Главный герой новой главы маленьких кошмаров Моно Он просыпается один в лесу, как тот мальчик из Лимбо, как тот мальчик из Inside Хотя там нет, вообще-то он не просыпается, а появляется, выбирается из леса Но все равно стоило напомнить об этой игре, потому что мысль-то похожая Теперь мы не выбираемся откуда-то, из Лимбо, да, или из Чрева, первый Little Nightmares А пытаемся попасть куда-то Ой, сейчас вообще рано об этом говорить, поэтому сейчас обязательно вводные К тому же я не умею строить шизофренические теории В общем, заново, лес, моно, пакет И так-то на этом все, диалогов в игре нет, объяснять очевидным образом ничего не будут Почему люди вокруг все такие жуткие, порой просто отвратительные За что все хотят навредить? Нам тоже непонятно Повсюду разбросаны кусочки головоломки, которую не так-то просто разгадать Сплошной символизм и аллегории Для меня слегонца мудрена У меня, конечно, есть очевидные зацепки Их больше, чем в первой игре набралось, но прояснить ситуацию они мне пока не помогают Сами разработчики говорят, что основная тема игры — эскапизм Она легко улавливается и понятна сквозь череду ярких образов Ну, телевизоры В общем-то, ни времени, ни места говорить о проблематике произведения Иначе легко нарваться на спойлеры А еще не ко мне Я уже сказал, не часто мне даются такие штуки в принципе вот так вот сходу Поиграл такой и все понял Нет, надо потратить время в любом случае Подождем разборов от кого-то более умного Но непонимание мне не мешает восхищаться исключительной, давящей атмосферой и неординарными художественными решениями По поводу повествования я лишь отмечу, что карты не стали раскрывать только потому, что была недосказанность раньше Это наоборот, повод еще больше запутывать Притом раздвигая границы вселенной этой игры, где никогда не светит солнце Технически не совсем верно, но для красного словца подойдет Потому что в конце первой части там солнце как раз было Ну, в любом случае вопрос, почему, всегда можно отложить Остается вопрос, как? На который я уже ответил Ничего не понятно, но очень интересно Глобальный геймплей все такое же Приключения у нас с платформингом, прятками и пространственными головоломками Скорее всего на логику или даже больше на внимательность Что в данной комнате нужно толкнуть, дернуть или подвигать, чтобы допрыгнуть до нужного места Все подчиняется простой логике Хоть и не сразу доходишь до этого Потому что, ну, как бы, ты не совсем понимаешь, что именно этот предмет тебе нужно использовать Который очень органично вписан в окружение Очень логично, опять же, он лежит Потому что это часть этой комнаты Одна из главных черт игры, которая мне всегда нравилась И в подобных играх, в принципе, всегда нравилась Когда ты не просто валяющийся с нифига фонку используешь, да? Которая не вписывается в антураж Не вписывается в историю этого места А здесь все именно логично И, в принципе, во второй части изменилось немного Но изменилось Во-первых, с вами почти сразу будет ходить шестая Управляемая компьютером, к сожалению То есть это не кооператив, ни в коем случае Она своим поведением поможет вам быстрее сориентироваться Что делать и куда бежать иногда Тем самым сократить количество ступорных моментов И да, поскольку она с нами ходит Истории обеих игр очень сильно связаны Ну, это очевидная вещь, но я должен ее был сказать Если вы вдруг захотите поиграть во вторую Вам придется сначала первую все-таки пройти Или посмотреть Ну, благо она стоит там копейки И проходится за пару-тройку часов Во-вторых, уровней стали больше Головоломки теперь порой охватывают сразу несколько комнат В-третьих, боевая система Моно-парень дерзкий и решительный Ради выживания и защиты подруги готов даже на убийство Изредка на полу будут валяться тяжелые предметы Вроде молоков, которые он сможет неуклюже волокоть за собой И медленно так замахиваться Так что все будет решать правильный тайминг То есть надо заранее замахнуться До того, как набросится на вас тот Которому вы размажите башку Головоломки там все еще есть? Нет Там есть более крутые штуки Ну, тоже нормальные штуки Это значит, во-первых, не всех буду описывать Не всех, не спойлер Это все в роликах есть Там есть ребятки такие Тоже дети какие-то Но они как будто сделаны из глины И знаешь, такие пупашки, когда им даешь Такой звук ломающегося черепка Ну, черепка в том смысле Глиняного горшочка, да И представь себе То есть это так же смачно Как кому-нибудь прострелить башку в гирзах Или еще хэдшот навалить Примерно такое же ощущение Здесь нету такого очевидного насилия вроде как Да, кровищи Но смысл ты понимаешь Потому что это так звонко Пдынь Пдынь Хрязь Хлоплый Хлоплый Хороший звук Да Это как его Дарксоус перекатать Сквозь эти Да, да, да Кувшины Кувшины бьют Именно Один в один Но ты не просто вот катишься Оно лопается А ты принимаешь в этом непосредственное участие Агрессии в этом больше Это, блин, очень круто на самом деле И это о чем-то говорит О чем не знаю Понимаешь, Little Nightmares 2 Она в принципе такая Когда есть куча всяких предметов Да, они антуражные Зачастую и не нужны Незачем Но так или иначе Ты с ними можешь взаимодействовать Они имеют физический вес Там и все такое От этого чувствуешь Что это более настоящее Чем если бы это просто было расставлено Это не только визуальное впечатление Но именно физическое Так, взаимодейственное Если можно так сказать Потому что там же можно брать Всякие штуки Тапки, не знаю Склянки И бить их постоянно Ронять Зачем? Не всегда нужно это даже Но так или иначе Можно и это дает ощущение Правильное Что этот мир более реальный Чем просто картинка Ты, собственно, правильную тему затронул Да, погружение И погружение в этой игре Одна из самых важных вещей Косяки перекочевали тоже прямиком из оригинала Не всегда очевидна последовательность действий Как в загадках, так и в экшен-эпизодах Первый решается методом перебора Потому что все-таки активных предметов не очень много С которыми можно взаимодействовать С другой стороны, головоломки Они на той головоломке, что подумать То хоть надо было Хоть чуть-чуть-то На них застреваешь И это вроде как логично Нормально, опять же Степень магистра, правда, необязательная Это не такая игра Динамичные же моменты Тоже иногда требуют нестандартных решений Но иногда вмешивается злой рок В смысле миллиметраж Счет идет буквально на доли секунды Любое промедление тебя схватят или убьют По этому поводу тоже вспышки ярости случаются Потому что непонятно Есть какой-то неочевидный путь Или ты просто не успел Понимаете, сейчас не 1991 Это не Another World И может быть не стоило в игре Где и так часто используется метод проб и ошибок Еще и платформинг делать настолько жестоким В приключенческой-то игре, я напомню Иногда просто из-за ракурса или темноты Трудно определить, на самом краю платформы ты стоишь или нет На скорости, опять же, это еще и когда происходит Обычно в такие моменты и случается беда В смысле ярость Ну или моно иногда застревает в других объектах Всего-то на мгновение, но и его хватает, чтобы пойти на дно Подобные проблемы можно назвать особенностями Первая часть такая же ведь была А в целом всем нравилась Вторая соблюдает традиции и тоже продолжает нравиться В любом моменте Несмотря на то, что ты перепроходишь один и тот же участок уже Возможно десятый раз, потому что просто не понял Или по какой-то причине не очень адекватно среагировал То есть не вовремя Но за счет того, что она где-то в два раза длиннее Это может быть чуть больше раздражать Чуть чаще получается За всю игру Но количество раздражителей на единицу времени Остается примерно таким же Впрочем, не стоит из-за этого переживать Все равно это капля в море удовольствия Особенного удовольствия, не спорю Но от того более важного, на мой взгляд Необычно и странно тоже когда-то должно быть А когда это еще и качественно Это значит самое время примерить на себя подобную странность Самое время примерить на себя пакет Или так Вдруг вы тоже странные Просто не знали об этом В хорошем смысле, конечно же А если без увиливаний вот этих вот образов То Little Nightmares 2 просто в два раза лучше оригинала И в целом забористая крепота со смыслом Но это не точно Субтитры создавал DimaTorzok